Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Я замужем, есть дети, бляхи 10 лет, но мужа своего я не люблю, у нас очень сложные отношения. Два с половиной года назад я влюбилась в другого мужчину, он уже не хотел быть со мной, пришлось бы, чтобы я развелась, я сегодня решалась, маленький ребёнок, я завищу от мужа. Недавно узналось, что мой любовник встречается с другой женщиной, но отпустить меня не может до конца, мы до сих пор продолжаем иногда встречаться, очень тянет друг к другу. Он говорит, что ещё любит меня, но не может уже больше ждать, а отпустить ему меня очень тяжело, я вижу, как он страдает, что мне делать, как отпустить друг друга, если чувство есть у меня динамик. Ксения, я думаю, что вы свой вопрос задаёте, в принципе, некорректно, скажем так. Вот, мне кажется, что начинать в данном случае нужно, простите за театрологию сначала, а именно с того, что, значит, значит, что у вас, эм, ну, сложные отношения с мужем, вот. С этого нужно начинать, как мне кажется, вот. Чем они сложные? Почему вы с мужчиной, которого вы не любите? все? Вот. Как так вышло? Как так вышло, что вы не любите человека? Но, тем не менее, с ним. Вот. Здесь я бы сказал, что есть некоторые трудности у вас с эм, с со стреком, эм, одиночеством, потому что, эм, вот. Вы говорите про, ну, про зависимость, эм, понимаете, как бы. Ну, о чём идёт, идёт речь, вот здесь. Дальше. Значит, я замужем, ездите в брак, и, действительно, мой свой нелюблёнок. Это как так получилось? В чём сложнее соотношение ваших? Вот. Ну и, соответственно, это естественно, что вы влюбились в другого мужчину, ещё очень хотел бы, но вы боитесь. То есть вы не уверены в себе, у вас есть страх. Вы пишете, что я завищу от мужа. Ну, можно эту зависимость убрать? Вот. Вопрос в том, что вы для этого делаете? Недавно, значит, узнало, что любовник начал встречаться с другой женщиной, она действительно не может до конца. Ну, здесь про созависимые отношения. Вы нашли костыль в виде этого мужчины, чтобы на него тратил в своей жизни, где вы несчастливы, несчастливы. Вот. А он, соответственно, нашёл костыль в виде вас, очевидно. Вот. Поэтому здесь вопрос не в том, как отпустить друг друга, если есть чувства. Здесь необходимо разобраться в ваших чувствах к мужчине, вот, и в ваших отношениях с мужем. И поработать над вашей самостоятельностью, над вашей жизнью, чтобы вам в вашей жизни было интересно, чтобы вы себя чувствовали цельной, полноценной, вот. Чтобы они мотались от одного мужчины к другому. Вот. На мой взгляд, так. Плюс, плюс, повторюсь, самооценка, вот, страхи, вот, личные границы, потому что зависимость – это про личные границы. Вот. Нужно работать. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.